МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вновь стал неожиданностью для рязанских автомобилистов. Всемирный день борьбы с диабетом. Какая работа ведется в регионе по профилактике заболеваемости населения? Итоги первого года реализации программы капитального ремонта озвучили сегодня рязанским журналистам. И вновь зима подкралась незаметно. В воскресенье в Рязани и области выпал снег. Естественно, многие автомобилисты к такому повороту событий подготовиться не успели. Мол, снег, снегу рознь, как выпал, так и растает. В середине-то ноября. Ну а такого предвзятого отношения к себе стихии не прощает. Тем более любители летней резины. Наталья Новикова расскажет о дорожных происшествиях и важности своевременной смены летней резины на зимнюю. Зима делает первые робкие шаги. В ночь на воскресенье пошел снег. И утром рязанцы увидели из окон зимнюю сказку. Подморозило, а местами даже поднамело сугробы. Зима не всегда устанавливается сразу и надолго. Во второй половине ноября и даже в декабре морозы нередко сменяются глубокими оттепелями. Выпавший снег быстро тает, не оставляя ни следа от зимнего пейзажа. И тем не менее, к зиме нужно быть готовыми. И дело не только в теплой одежде, но и в собственной безопасности. Ведь главную неприятность начавшейся зимы гололедицу никто не отменял. Рязанские водители оказались не готовы к выпадению первого снега. Так на дороге Рязань-Спас 57-летний водитель, управляя автомобилем Рено Логан, при заносе автомобиля на заснеженной дороге не справился с управлением. Автомобиль правой боковой частью вынесло на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автобусом Форд. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажирка автомобиля Рено, 53-летняя женщина, оказалась буквально зажата в салоне своего автомобиля, в результате чего скончалась до приезда скорой медицинской помощи. Водитель Рено госпитализирован в больницу. Травму получила также пассажирка микроавтобуса, 43-летняя женщина. Ей была оказана медицинская помощь в больнице. Не стоит забывать о том, что заснеженная дорога предъявляет дополнительные требования к навыкам водителя. Важно перестроить свой стиль вождения и ни в коем случае не прибегать к резкому торможению. Соблюдать дистанцию и боковой интервал, скоростной режим, быть предельно внимательным и осторожным. Ну и конечно не стоит забывать, что нерешенный до сих пор вопрос замены на автомобилях резины с летней на зимнюю ставит под угрозу не только вашу собственную жизнь, но и жизни окружающих. Водителям, которые еще не позаботились о смене шин колес на своих транспортных средствах, необходимо сделать это в ближайшее время. Словом, будьте ответственнее и аккуратнее. Ну а погода на этой неделе продолжит напоминать зимнюю. Без остатков в виде снега и мокрого снега, периодически приходящего в дождь, не обойдется ни один день. А в середине недели ожидается метель и усиление ветра. А вот температура воздуха будет повышаться. И уже к концу недели вновь превысит климатическую норму, дотянув до 3-8 градусов тепла днем, оставаясь положительной и в ночное время суток. Наталья Новикова, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». План реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов на 2016 год уже составлен. Сегодня его озвучили на конференции, организованной фондом капремонта и областной жилинспекцией. Кроме того, были подведены предварительные итоги уже выполненных в текущем году работ. Иван Крестьянинов расскажет о том, какие темы, по мнению руководителей, жилищных организаций достойны наибольшего внимания. Обсудить было что? Вопрос-то для региона новый. Ведь реализация программы по капремонту началась только в этом году. Соответственные проблемы по организации процесса приходилось решать буквально на ходу. Не хватает квалифицированных подрядных организаций. Рост организаций тем более квалифицированных. Хочу сказать, что программа рассчитана на 30 лет с 2014 по 2043 год. Она оплатывает более чем 7 тысяч многоквартирных домов. На мероприятие пришли представители администрации города, правительства Рязани, руководители и сотрудники подрядных организаций, которые участвовали в капремонте. Главный герой заседания Игорь Васильевич Квашнин, генеральный директор Рязанского фонда. Ему и слово. Вытвержден краткосрочный план, которым предусмотрено 542 вида работ в 420 многоквартирных домах. Это то, что в 2015 году мы закрываем. 131 крыша, чтобы вы представляли объемы работ. 119 фасадов, 16 домов, где идет ремонт инженерных коммуникаций, 84 подвала, 60 многоквартирных домов, где у нас производится или уже произведена замена лифтового оборудования. Рассказал Игорь Квашнин и о планах на будущий год. Капитальный ремонт в 2016 году в цифрах звучит так. Всего будет произведено 580 работ в 483 многоквартирных домах. Из них 205 крыш, преобразится 99 фасадов, 43 подвала и укрепят 4 фундамента. Объем работ очень большой. Я думаю, что трудно, наверное, найти в новейшей истории. И последние, по крайней мере, 10-15 лет такой объем работ, который будет выполняться в этот год и следующий, предстоящий год. Если говорить вкратце, то суть программы состоит в том, что жители собирают деньги на будущий ремонт своего дома уже сейчас. В нашем регионе платеж составляет 6 рублей за квадратный метр. Программа рассчитана на 30 лет. Узнать, когда ремонтники начнут работы в вашем доме и через сколько лет, вы сами можете на сайте фонда. Иван Крестьяинов, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». В середине ноября 14-го числа родился гениальный человек Фредерик Бантинг. Он подарил всему миру гормон инсулина. Своим открытием знаменитый физиолог спас миллионы жизней. Этот день и был определен для борьбы с заболеванием, которому ученый посвятил всю свою жизнь. Россия является одной из 145 стран, отмечающих день борьбы с диабетом. Главной идеей учреждения этого дня является информирование человечества о профилактике заболевания, методах его диагностики и лечения. Больницы и другие лечебные учреждения страны проводят разъяснительную работу с населением, организуются лекции и беседы, на которых медики рассказывают о страшных последствиях сахарного диабета, о признаках заболевания, о необходимых мерах для профилактики и лечения. На базе 11-й больницы сегодня прошла научно-практическая конференция. В одном зале собрались врачи-эндокринологи, диабетологи, терапевты, а также пациенты с диагнозом сахарный диабет. Статистика в Рязанской области подтверждает негативную тенденцию, сложившуюся как во всем мире, так и в России. В нашем регионе зарегистрировано более 35 тысяч больных с сахарным диабетом. Специалисты говорят, что главная причина – нежелание самих людей следить за своим здоровьем. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, число больных диабетом к 2025 году будет 550 миллионов человек в мире. Это очень большая цифра, она постоянно увеличивается, прогнозы постоянно корригируются и растет в основном сахарный диабет второго типа. Это диабет зрелого, среднего и пожилого возраста. Наследственный фактор в истории с сахарным диабетом не является решающим. Большинство диабетиков заболевают по другим причинам. Стресс, неподвижный образ жизни, последствия травм и неправильное питание. Не зря девизом сегодняшней конференции стало здоровое питание при сахарном диабете. Избежать можно или по крайней мере отдалить, то есть первичный профилактик, чтобы не было диабета. Я думаю, что это правильный образ жизни, правильное питание, определенная какая-то дозированная физическая нагрузка, то есть ходьба пешком, может быть какие-то пробежки, лыжи, коньки, плавание, может быть даже огород в летнее время. То есть шевелиться необходимо, не на диване сидеть. Если же у вас есть гены, несущие информацию о диабете, то есть наследственная предрасположенность, плюс возраст подступает лет 40-50, и плюс у вас есть избыточный вес, то вот это как раз самые мощные факторы риска. Вес избыточный, ожирение. Врачи особенно отмечают необходимость для каждого человека периодически проверять кровь на уровень сахара, чтобы избежать неприятных сюрпризов. Специально для этого на конференции действовал пункт измерения, где каждый желающий мог узнать о состоянии своего здоровья. Я вам помогу? Ау! А на самом деле это делает человек сам в другой руке. Кстати, даже совсем не больно. Это самое главное. Правильно? Правильно. Кладем приборчик на стол, салтечек в пальчик закрываем. Смотрим, говорим слух результат. Итак, мой результат 5,8. Мои поздравления. Проходите, пожалуйста, на конференцию. Спасибо. Кровь желательно проверять разным категориям лиц с разной частотой. Если это человек с декомпенсированным диабетом, то он может проверять и 8 раз в сутки. А если это человек без диабета, то он может проверять 2 раза в месяц, может быть, раз в 2 месяца, в зависимости от того, какие у него ситуации. И какой возраст, и какое у него самочувствие, и какие у него сопутствующие заболевания. Есть ли у него родственники, больные диабетом. Ученые выяснили, что этот недуг также может быть связан с нарушением сна. Как известно, сахарный диабет возникает в организме из-за нехватки инсулина. Причем у здоровых людей это вещество вырабатывается в основном днем, ну а ночью его уровень становится совсем низким. Так вот, по мнению следователей, если у человека нарушены биоритмы, и он, к примеру, бодрствует в темное время суток, а ложится спать после восхода солнца, то организм в состоянии нормально регулировать содержание инсулина в крови. Это открытие наверняка поможет врачам определять, у человека склонность к диабету задолго до возникновения первых симптомов, а значит вовремя приступать к лечению этой болезни. И сегодня на конференции специалисты не раз повторяли, диабет – это образ жизни. Если вовремя поставить диагноз, то с ним можно жить долгие годы. Алена Куполева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». На прошлой неделе сотрудники органов внутренних дел отмечали свой профессиональный праздник. В нашем регионе в честь этого события прошел целый ряд торжественных и памятных мероприятий. Но полицейские несут свою службу не только на родине. Начальник регионального МВД генерал-майор полиции Николай Пелюгин посетил рязанских полицейских, командированных на Северный Кавказ. Сейчас на территории Северного Кавказа в служебной командировке находятся свыше ста сотрудников рязанской полиции. Это и бойцы ОМОН, и СОБР, участковые полномочины, инспекторы ГИБДД, сотрудники патрульно-постовой службы. Срок такой командировки длительный – целых полгода. Поэтому начальник МВД России по Рязанской области Николай Пелюгин в первую очередь ознакомился с условиями, в которых полицейские сейчас несут службу. По его словам, они достаточно комфортные. Территория дислокации оснащена не только необходимыми бытовыми удобствами, но и спортивными залами и местами для отдыха. Товарищ генерал-майор, сводный отряд управления Министерства внутренних дел по Рязанской области построен, докладывал подполковник Грибанов. Вы находите здесь достаточно близко и прибежите в рейд. То же самое могу сказать и в целом по отзывам о несении службы нашим отрядам. Вот здесь не погло всего руководства. Я бы даже сказал, от ваших близких, с кем вы служите, от ваших родственников. На то, что мы не то, что не краснеем, а слышим постоянные похвалы со стороны руководителей. И территориальных органов, с кем вы взаимодействовали. И руководитель с кем вы взаимодействовали. Очень приятно, действительно. Мне бы хотелось всем купать карьерного роста, сержантом, кстати, офицером. И офицером еще подняться на ступень. Ну, самое главное, вернувшись в Рязань, так же, естественно, как участвую и несет. Поездка руководителя у МВД состоялась сразу после дня сотрудника органов внутренних дел. Поэтому главный рязанский полицейский привез землякам награды от регионального управления и подарки от родных и близких. Ольга Харламова, телекомпания «Город». В конце минувшей недели Академия ФСИН России совместно с Академией управления МВД провели Всероссийскую научно-практическую конференцию на тему «Особенности преподавания уголовного процесса и современная уголовно-процессуальная практика». Представители органов государственной власти, судебной системы, органов внутренних дел и прокуратуры, ведущие ученые-процессуалисты, а также преподавательский состав вузов, ведущих подготовку кадров уголовно-правовой специализации, обсудили проблемы совершенствования правового регулирования уголовно-процессуальной практики и качество подготовки специалистов уголовно-правовой специализации. В случае успешного достижения целей сегодняшней конференции предполагается проводить ее ежегодно поочередно в Академии ВСИН России и Академии Управления МВД России. Торжественное открытие конференции прошло в актовом зале Академии. Рекомендации, которые тут прозвучали, обязательно внесут вклад в развитие уголовно-процессуальной науки. Участники конференции также могли ознакомиться с выставкой, на которой были представлены книги юридической направленности и посетить Музей истории ВСИН России. В Российской Федерации сейчас действует слишком много вузов, готовящих юристов. Ежегодно где-то порядка 150 тысяч дипломированных юристов выпускается в нашей стране. Конечно, это влияет на качество образования. В завершение конференции гостям и участникам показали фильм об Академии и выступление творческих коллективов ВСИН. 17 ноября в Рязани будут проверять системы централизованного оповещения населения. Об этом сообщается на сайте регионального МЧС. Во время проверки включат электронные сирены. Они будут звучать в 7.45 и в 14.30. Кроме того, в 9 часов утра по радио и телевидению будет передана информация о проверке системы централизованного оповещения. Речевое сообщение можно будет услышать на федеральных телеканалах и радиостанциях. Это плановое ежегодное мероприятие. Главное управление МЧС Рязанской области просит рязанцев не беспокоиться. Это все новости, которыми мы успели с вами поделиться. Далее в эфире программа подробностей. Ну а День города прощается со зрителями. До завтра. Всего доброго. Это она. Опять она. Невыносимая, ужасная болезнь, от которой болит полголовы. От нее нет никаких средств. Нет никакого спасения. Именно так Михаил Булгаков в своем романе «Мастер и Маргарита» описал мучившую Понтия Пилата мигрень. В наше время подобную головную боль испытывают сотни тысяч людей ежедневно. С мигренью можно бороться с помощью магнитотерапии. Множество исследований подтверждают ее результативность. На базе нашего предприятия был создан специальный медицинский прибор, который позволяет проводить сеансы лечения в домашних условиях. Аппарат «Диамак» используется не только для облегчения головных болей. Уже несколько лет его активно применяют в сосудистых центрах страны для лечения различных нарушений мозгового кровообращения. Аппарат рекомендует при хронической ишемии головного мозга и остеохондрозе шейного отдела позвоночника. Спешите приобрести «Диамак» по специальной цене. До 10 ноября в аптеках «Спрей», «Фарма» и «Ригла». Субтитры создавал DimaTorzok